Прошло несколько дней после завершения концерта Театра эстрадного танца Амрита. Сегодня мы встретились с художественным руководителем Театра Ивона Юнкелович, чтобы задать ей свои интересные вопросы. Какие? Послушайте. Ивона, скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему зал был полным, несмотря на то, что, например, некоторые гастроли не собирают вообще половину зала? Потому что у нас много почитателей, много любителей Амриты. И, я думаю, та часть, которая нас любит, та часть зрителя пришла к нам. К вам пришли и новые зрители, и они тоже были в восторге. Так в чем же секрет успеха? Наш стиль нравится, потому что он не похож ни на какой другой стиль. Я думаю, именно своей непосредственностью, своей искренностью, чувствительностью, эмоциональности, бешеной эмоциональности и красотой. Все девочки очень красивые, эмоционально пластичные. И главное, они это танцуют так, вот, отдают свою жизнь. Людям это близко. Люди это любят, и они приходят, и они переживают вместе с нами. Я думаю, поэтому они приходят снова и снова и смотрят на наши танцы. Ну, помимо того, что это было грандиозное шоу и зрелище, звучала какая-то особенная музыка. В каждом танце было что-то свое неповторимое. Как вы подбираете музыку вообще для своих номеров? Я слышу музыку, когда у меня захватывает дух от музыки, тогда я понимаю, что эта музыка мне нужна для Амриты. Если я музыку не чувствую, если она меня не вдохновляет, я не могу что-либо с ней делать, она мне просто неинтересна. Музыка должна охватывать. И тогда просто возникает желание, даже очень сильное стремление что-то с ней сделать и показать ее по-своему. Может быть, тот, кто первый раз слышит слово Амрита, он не знает, что это значит. Но и все-таки ассоциативно он понимает, что это название очень сливается с тем, что показывает на сцене ваш коллектив. Вот как вы чувствуете, Амрита, само название поддерживает, вас долгие годы? Да, само название вдохновляет. Девочки очень любят это название, так же, как и я люблю. И гордятся, что они именно в Амрите. Амрита красивое, звучное, яркое, страстное, пластичное слово, так же, как наши танцы. Скажите, а легко ли быть, перефразируя фразу, легко ли быть молодым, легко ли быть первым всегда Амрите? Мы не можем сказать, легко ли нам кушать, легко ли нам пить. Это естественно. Если не быть первым в чем-либо, нет смысла вообще этим делом заниматься. Неважно, чем искусством, наукой, культурой, бизнесом. Нужно быть впереди, и тогда есть и стимулы, и стремление идти дальше. Я считаю, что просто необходимо в условии быть первым. Если не первый в чем-то, значит, надо искать что-то другое, в чем будешь первым. Я считаю, что каждый человек в чем-то первый, он должен найти себя в этом. Найти ту область, в которой он будет первый. И тогда он будет счастлив, и будет заниматься действительно своим делом, и будет знать, что он живет не зря. Скажите, а в наше время рыночных отношений талант может без денег пробиться к успеху? Без денег вначале может. Но если работать, если пытаться, я не говорю о больших деньгах, самые элементарные деньги хотя бы для того, чтобы арендовать помещение, для того, чтобы делать костюмы. Без этих денег невозможно поставить ни один танец. Но так как у нас все на самоокупаемости, девочки сами оплачивают свои занятия, то этих денег хватает и на аренду, и на костюмы, и на партниху, и на все остальное. Это главное, чтобы поддержать коллектив. А любой ли талант может быть замеченным и вообще оценен публикой? Есть вроде бы способные люди, но они как-то остаются в тени. А вот Амри-то всегда на виду, всегда первая. Потому что для меня главная индивидуальность, очень сильно яркая индивидуальность. Каждый человек по-своему очень сильная индивидуальность. У каждого человека есть свое что-то особенное, яркое присуще только ему. Нужно это увидеть, нужно это вытащить, выявить, подчеркнуть, проявлять и культивировать. И когда проявляешь вот эту каждую личность, тогда она загорается очень ярко, ее невозможно не увидеть. Я когда-то пример привела, как капелька, то есть в море капелька она ничто. Но если эту капельку поднять, преподнести на отдельном листочке, на ладони, она засверкает, как бриллиант. И уже никакая права ей не нужна. Скажите, и все-таки о чем вы еще мечтаете для Амри-то? Я мечтаю, даже нельзя сказать, что мечтаю. Я просто желаю работать так, как я работаю, чтобы мне давали работать. Хотя я понимаю, что это от меня зависит. Я работаю, я нахожу себе возможность работать. Чтобы меньше было препятствий, чтобы больше людей понимали, чтобы больше было сочувствующих, чтобы мы делали то, что мы хотим делать. И главное, чтобы девочки ощущали себя частичкой Амри-то, чтобы поменьше было эгоизма, чтобы была просто любовь к Амри-то и к тому, что мы делаем. Пусть это сбудется.